Улетай на крыльях ветра, Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, Где было так привольно нам с тобою. Улетай на крыльях ветра, Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, Где было так привольно нам с тобою. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, Камелот Джи. Миг и Сухой вместе сделают истребитель шестого поколения. Самолет должен заменить Су-57, который пока так и не ушел в серию. Миг и Сухой вместе создадут истребитель шестого поколения. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор этих компаний Илья Тарасенко. По его словам, у компании есть возможность объединить потенциалы и сделать серьезный рывок. Очевидно, что новая модель истребителя должна полностью превосходить по функционалу самолеты поколения 5. Это означает, что под новый самолет будет создана новая РЛС, способная обнаруживать объекты на огромном расстоянии. «Будет разработано новое вооружение, включая сверхдальние ракеты, а также, возможно, оружие на новых физических принципах – лазерное, плазменное, пучковое». Предлагаю рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружения, в том числе, создаваемых на основе так называемых новых физических принципов. Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, «Включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы с вами это понимаем, встречались только в фантастических рассказах, имея в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике. Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет, нет ни у кого, кроме нас, кроме России». Будет переработано стелс-покрытие и прочее. Однако, главным критерием для данного класса являются беспилотные технологии с инновационным умным роботом, который будет руководить всеми процессами полета и ведения боя. При этом, у конкурентов, которыми являются американские и европейские производители, по мнению топ-менеджера, таких возможностей уже нет. И если англичане собираются оснастить радарами с активной фазированной решеткой «Тайфуны», французы, немцы и испанцы активно развивают проект абсолютно новой машины. У нее уже есть название «Авиасистема будущего» Future Combat Air System или Next Generation Weapon System – NGWS. Система будет состоять не только из истребителя шестого поколения, макет которого уже был представлен в Париже. Но и из группы дронов, которыми будут управлять из кабины или они будут действовать самостоятельно. Продолжение следует... Продолжение следует... Похожую работу проводят американцы в рамках программы F-35. Однако европейцы хотят не модернизировать уже готовые самолеты, а построить совершенно новый. Первый полет демонстратора NGWS планируется в 2025 году, а принятие на вооружение в 2040-м дай бог дожить. К тому времени F-35 Су-57 и даже F-22 скорее всего будут находиться в эксплуатации. А истребители четвертого поколения, вероятно, останутся в тех странах, которые сейчас используют истребители 70-х годов. В проекте участвуют настоящие гиганты – Аэрбуз Французская The South Aviation Немецкая MTU Aero Engines Немецкая MTU Aero Engines Которая будет отвечать за двигатели А также испанская Indra System И французская Safran Aircraft Engines А также специализирующаяся на двигателях Макет отчасти напоминает американский F-22 Но, скорее всего, планер будет другой И модель привезли на авиашоу для привлечения внимания НГВС – это аргумент Европы в споре с США, которые хотят продать во все страны НАТО свои F-35 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Евросоюзу хотелось бы, чтобы у него была альтернатива О каких-то характеристиках нового самолета Говорить пока рано!» «Кроме того, – добавил Тарасенко, – На базе МиГ-31 будет разработан перспективный истребитель-перехватчик» «Мы занимаемся работами, как вы прекрасно знаете, и по смене МиГ-31 Мы понимаем, что ресурс у самолет достаточно ограничен И мы должны уже сегодня, сейчас смотреть вперед, в будущее И мы как раз занимаемся вопросами самолета на смену МиГ-31» Пока продолжаются опытно-конструкторские работы Стоит отметить, что у России пока нет серийного истребителя пятого поколения В то время как США уже прекратили выпуск F-22 Raptor ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok И построили сотни F-35, которые продаются по всему миру. Субтитры сделал DimaTorzok Какие возможности имелись в виду, сказать трудно. Объединение Мига и Сухого, которое не происходило даже в советское время, чтобы сохранить конкуренцию, много критиковали. На этот шаг решили пойти после того, как Миг окончательно проиграл Сухому. Второй разработал Су-57, а первый пытается вдохнуть жизнь в МиГ-35, который называют улучшенным МиГ-29. К слову сказать, программа МиГ-35 имеет полное право на существование. Те же американцы реанимировали свой F-15, начав выпуск F-15EX. Однако, пока изготовлено лишь 6 машин МиГ-35. Видимо, расчет делается на экспорт. Но пока известно лишь о контракте на 50 самолетов для военно-воздушных сил Египта. Субтитры создавал DimaTorzok Индия пока не решается покупать МиГ-35. Разговоры об истребителе шестого поколения сейчас выглядят довольно странно. Хотя о замене Су-57 нужно думать уже сейчас. Так принято в боевой авиации. Каким должен стать истребитель шестого поколения, пока не знают даже на Западе. Причина тому – колоссальное развитие беспилотных систем. Вероятно, это будет самолет с возможностью беспилотного режима, который тесно взаимодействует с дронами или даже с роем беспилотных летательных аппаратов. Истребитель шестого поколения рассматривается уже как целая система, а не как отдельный самолет. Система, которая способна перевернуть ход сражения. Если говорить о разработке перспективных самолетов, из-за санкций Россия оказалась в невыгодном положении. Похожий дефицит технологий испытывал в свое время и Советский Союз. Сейчас приходится рассчитывать в основном на себя. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните, его планы не будут расстроены, как не останется неисполненной его воля. Пока. Мы еще увидимся. Не теряй веры. Нашим заокеанским коллегам придется крепко поломать голову над этим вопросом. А когда они додумаются, будет уже поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что... Эй, гухнем! Эй, гухнем! Эй, гухнем! Еще разик! Еще раз! Эй, гухнем! Эй, гухнем! Эй, гухнем! Эй, гухнем! Еще разик! Еще раз! Эй, гухнем! Эй, гухнем! Эй! Эй, гухнем! Эй, гуя! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.